Товарищи, здравствуйте! Сегодня 5 апреля, самый разгар всероссийского карантина Мы подумали, что сидя дома, мы только протрем штаны и, извините, натрудим жопу Ну, в том плане, что она натрудится сидеть на попе ровно Поэтому мы сели за руль верного нашего Ганса Затарились едой всякой разной, прям по-самому не балуйся И прискакали на наше любимое озеро Эта речка светленькая Видите, никакого разлива Словно не было снега зимой Первый и достаточно короткий выход в лес Ну, так сказать, прошвырнуться, чтобы чресла размялись, чтобы ноги побежали Чтобы дыхалка уравновесилась Ну, в общем, чтобы все встало в норму после городских всяких там красот и чудес Зашел в старые места Прошлогоднего копа, прошлогодней разведки Посмотрел, как там сейчас, много ли воды Воды совсем мало Ну, естественно, дошел докуда? Дошел до всем нам известного Немецкого Дота Построенного в сентябре 43-го года Сколько у него мы не вали Столовались, отдыхали, курили Да и просто в поиск ходили Вот в этом леске Вот он, прямо сзади меня Нашли Егора Ивановича Яшина и 10 его сослуживцев А вот там, по дороге, по правую руку Мы нашли Андрея Федоровича и 7 его сослуживцев Такие, ребята, дела Сейчас я пойду мимо Дота Пойду вот в эту сторону По дорожке, дальше В сторону урочища Ло-2 Там много нашего народа было набитое Там мы подняли тоже очень много Больше 150-160 человек мы подняли за много лет Пойду поищу, может быть, удастся мне еще кого найти Свежая вырубка этой зимы Смотрите, какие кражи Сниму поближе Долгонько я искал это место, которое я сейчас покажу Промерил шагами взад-вперед вырубку Которую вы видите на заднем плане Нашел дорогу Нашу основную дорогу, по которой мы сюда попадаем Но то, что я искал, мне не давалось Вышел на дорогу, пошел обратно Потом смотрю, приметное дерево Короткий, толстый, опиленный сверху ствол Это ориентир Это был наш ориентир В конечном итоге зашел от него в лес Сразу наткнулся на наши раскопы 2007 года, весны И решил все-таки найти ту полянку До которой я, собственно говоря, брел весь день С которой наша работа здесь, вот в этих местах Вдоль этой дороги, собственно, и началась В 2006-2007 году И я ее нашел Сейчас покажу, что произошло За период с весны 2007 по весну 2020 года Итак, смотрите Видите тоненькую елочку В самом центре кадра Поднимаем камеру вверх И мы видим, нанизываем на елочку каску Весной 2007 года Эта каска и проросшая через нее елочка Были вот здесь, на уровне земли Но ее трогать не стали Ну, проросла и проросла, и ладно Так вот, за 13 лет она поднялась Сейчас скажу, на какую высоту Высота метр Метр тридцать Да, наверное, даже метр сорок, братцы Должен сказать еще вот что От этой касочки Далее на восток Был совершенно чистый лес Что я имею в виду под словами чистый лес? А вот что После этой каски на восток Не было, наверное, ни одного бойца Ни одного предмета амуниции Ни касок Ни пулеметных коробок Ни котелков Ни кружек Ничего В 50-х годах по этому Участку прошло разминирование Причем сплошное Мы нашли только под одной березой Три зарытых под нее Ствола Предварительно погнутых С вытащенными затворами Так могли сделать только бойцы На разминирование Словно провели они незримую черту Около этой каски От дороги на север Вот все, что к востоку Все вычислили Все, что к западу Оставили как есть И вот после этой каски Мы и нашли Свыше 150 бойцов И к западу От проросшей касочки Мы начали находить бойцов Одного за другим Вот начиная с этой поляны Где каски торчали Как грибы Из омха И дальше на запад Каски аккуратно сложены нами После раскопа 2007 года По весне Где-то здесь Пара бойцов поднята 13 лет провисела А в остальном, конечно Следы Бывших боев И следы нашей работы Здесь Минимизированы Здесь ходит много людей Кто по грибы Кто по ягодам Кто по трофеям Все, что здесь было Собрано и поднято Надето, например, на деревья Каски Котелки Кружки В значительной стимике Собраны И унесены Доброхотами Ну, так можно назвать Ну и ладно Кому в трофей Кому на память Вот здесь было Особенно много людей Вот здесь очень много Было бойцов набито Посмотрите Не следочка Ну, как не следочка А вот Вижу Следочки есть Пулеметная коробка Ну, кое-что осталось Остатки зимы Выражены Вот в таких Ледовых Закраинах В кювете У дороги Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok